Это женское дело. У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. И у нас в гостях сегодня представители Вятского государственного агротехнологического университета. Все женщины, девушки, как предпочитаете? Ну, девушки. Девушки, да, правда. Буду представлять по часовой стрелке, вот как расселись мы у нас в студии. Декан факультета ветеринарной медицины Ольга Соболева. Добрый день. Проректор по воспитательной работе Дарья Старкова. Здравствуйте. И руководитель проектного офиса Светлана Мудролюбова. Добрый день. Встречаемся не в самое простое время, но все красивые, все при делах. Кто-то после записи бежит на конференцию, кто-то, наверное, уже сделал много важных вещей сегодня с утра до того, как мы здесь встретились. О силе женщины хочется поговорить вот в первые дни марта, в преддверии праздника, несмотря ни на что. У нас такой состав с вами, все руководители. Как вы к этому пришли и было ли мечтой вашей вот тогда в студенчестве или в какой-то еще более раннем возрасте вот такая карьера? Наверное, нужно сказать, что как сама цель занять руководящую должность никто, наверное, из нас не ставил. Вопрос в том, что проявляются лидерские способности еще в раннем детстве и сопровождают нас и в школе, и дальше, соответственно, в университете. Так, само собой, становишься руководителем команды, прежде всего, постепенно достигаешь тех высот. Ну, конечно, у каждого свой путь продвигаться по карьерной лестнице. Я думаю, что каждый этот путь проходит самостоятельно. А, Дарья, вспомните ли вы первое ваше продвижение, скажем так, по службе, такое прямо вот серьезное карьерное предложение, которое вы обдумывали, которое было вот серьезным таким шагом? Ну, это был третий курс, когда еще мы обучались, тогда называлась Вятская государственная сельскохозяйственная академия. Проректор по научно-исследовательской работе предложил мне должность председателя студенческого научного общества. Это была оплачиваемая должность, и я возглавила студенческую науку. Как вам пришлось поменяться? Ну, поменяться мне никогда, наверное, сильно не приходилось, потому что оно сопровождает меня само. Ну, единственное, это, наверное, добавляется ответственность. Ольга, вам тоже вопрос тот же самый про карьеру. Было ли это вашей мечтой или тоже жизнь привела сама сюда? Ну, наверное, тоже могу сказать, что по жизни я достаточно себя чувствую, что у меня лидерские качества есть. И, наверное, это еще со школы началось, когда, в общем-то, я была еще восьмиклассницей, я возглавляла пионерские движения и была старше пионеровожатой в школе. А участие в университете в период учебы, это было, наверное, лидерское качество, вряд ли проявилось так сильно, как сейчас. Но когда уже я встала на преподавательскую должность, и мне предложили стать сначала заместителем декана факультета, да, сейчас уже два года я возглавляю факультет, вот, наверное, так сложилось у меня по своей карьерной лестнице, можно так сказать. А какая из этих должностей или из каких-то других была наиболее волнительная для принятия? Ну, наверное, сейчас, когда ответственность на тебе лежит не только за себя, да, а за весь факультет, за тот коллектив, которым ты руководишь, за своих студентов, в общем-то, наверное, да, сейчас. Так, и, Светлана, у вас большой карьерный путь и не в Сельхозакадемию? Я, если можно, расскажу вот просто про последний этап в своей жизни. Вот три года назад у нас в университет, а тогда еще в Академию, пришел новый ректор женщины, Елена Сергеевна Сембирских. И на ученом совете она предложила стратегию, новую стратегию развития университета, которую ученый совет поддержал и которому вуз следует и сегодня. Был создан попечительский совет, куда вошли руководители крупных агропромышленных холдингов, благодаря которым изменилась даже полностью структура университета. Были созданы лаборатории, оборудованные новейшим оборудованием, которые позволяют вести научно-исследовательскую работу не только преподавателей, но и студентов. Университет стал предпринимательским, изменилась структура университета и было принято ректором решение создать проектный офис. Меня пригласили руководить проектным офисом, что я делаю уже на протяжении трех лет. Я тоже очень рада, потому что мне нравится моя работа, мне нравится работать с нашими партнерами. Был создан в прошлом году, наверное, вы слышали, агропромышленный кластер, куда вошли предприниматели малого и среднего бизнеса. Проект открытия магазина «Фермерский дворик» был отмечен в Яцкой торгово-промышленной палатой как лучший бизнес-проект года. И я считаю, это хорошее достижение вуза. Мы проговорили про лидерские качества, но наверняка это не единственное, что требует высокая должность от любого человека, ну и от женщины, в первую очередь от девушки. Что вам еще приходится в себе воспитывать? Я уверена, что каждая из вас продолжает развиваться на месте, которое занимает. Здесь, наверное, нужно сказать, что руководитель любого пола должен обладать особыми навыками и талантами. Сейчас сложно быть каким-то формальным руководителем, которого просто кто-то назначил. Власть не дают, но, мы говорим, ее берут. Безусловно, нужно обладать лидерскими качествами, вести команду за собой, иметь навыки стратегического управления, видеть глобальную цель, быть активным и, самое главное, ежедневно развиваться. В какой-то степени, конечно, может быть, женщине проще, потому что, может, я опять мыслюсь стереотипно. Кажется, наоборот, что нам сложнее все успевать. Заниматься несколькими направлениями одновременно, держать несколько задач в голове, быстро переключаться, при этом быть красивой, элегантной, чтобы вы восхищались в любом случае. Конечно, все очень хорошо, но эти огромные списки иногда не дают уснуть по ночам. Я хотела бы поддержать Дарью Леонидовну и сказать, что российский деловой мир считается преимущественно мужским. Бизнес – это всегда жесткая конкуренция, стрессы, ненормированные рабочие деньги. Многие мужчины считают такую нагрузку совершенно неприемлемой для прекрасной половины человечества. И очень часто женщины-руководители описывают такое с типично мужскими чертами и характеризуют высоким уровнем самооценки и самоуважения. А их психологическими особенностями называют властность, независимость, самоуверенность. Вы знаете, этой проблемой уделялось большое внимание и в науке. О роли и месте женщины, их участие в общественной жизни, о путях и методах достижения какого-то фактического равенства с мужчинами размышляют ученые различных специальностей. Философы, психологи, историки, социологи, медики. Перед тем, как пойти на вашу программу, я почитала, что пишет у нас в своем интервью министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков. Среди ректоров свыше 250 вузов, которые под ведомственным министерством, всего лишь 61 директор женщины. Это менее чем 30%. Хотя, на мой взгляд, женщины, руководители, они ведут себя как рачительные хозяйки, так как предпочитают синицу в руке, стабильность вместо рисков. По натуре они тактики, дипломаты, интуиты. Они более организованные и ответственные. Предпочитают прогнозировать. Достаточно легко приспосабливаться к различным изменениям. И чаще мужчин уделяют внимание различным мелочам. А вот как вы думаете, нужно ли какое-то квотирование для женщин-руководителей? Или там вот ЗАГС собрание у нас недавно избрали, у нас все любят считать по полу, по возрасту. Вот надо было побольше девушек. Или все-таки каждая ситуация индивидуальна, каждый руководитель должен просто быть на своем месте, независимо от того, мужчина он или женщина? Ну, я тоже думаю, что, в общем-то, такого деления не должно быть. Женщина привносит как в бизнес, в образование, ну, в любую структуру свое трудолюбие, свою хозяйскую позицию, свою женскую логику. Хотя многие смеются, да, что такое женская логика. Но, в общем-то, тут, я думаю, по такому признаку делить нельзя ни в коем случае. И женщина, она должна быть на правах с мужчиной равны абсолютно. И делить по признаку там 50% мужчин, 50% женщин. Конечно, нет. У мужчин своя логика, у женщин своя. Приходит на ум символ иньян, который сочетает гармонично, наверное, хотелось бы всем достигнуть этого, но я не уверена, что это пока возможно или вообще в принципе. Про стрессоустойчивость хочется еще. Можно я добавлю, вот и не я. Я считаю, что как раз женщины вошли в бизнес и стали для мужчин не только помощниками, но и настоящими партнерами. Вот то, что мы говорили раньше. И женщины тоже несли в бизнес свою лепту. Благодаря тому, что женщины в бизнесе, бизнес стал красивым. Раньше говорили, что бизнес женщины – это только красота, красота спасет мир. Но на протяжении огромного количества времени женщины доказали, что они не только красивые, они еще и умные. Они не только помощники мужчинам в бизнесе, они открывают самостоятельно свой бизнес. И это не только салоны красоты, кулинарные школы, рестораны и так далее. Это и образовательные какие-то учреждения, детские сады. Я считаю, что это очень важно. Ну и, наверное, мужчины были вынуждены стать более галантными, потому что есть теперь бизнес-партнеры, девушки. И все порешать парой слов рукопожатием не получается. Ну и при этом, наверное, надо добавить, что все-таки есть такой хороший лайфхак на работе, когда мы абстрагируемся от эмоциональной составляющей руководителя, чтобы не давать уже повода сотрудникам вспоминать про женскую логику, про чрезмерную эмоциональность дам, про снисходительность к блондинкам. Но не все так плохо. Иногда то, что дама дает некоторые бонусы, улыбка сделает собеседника мягче, внешний вид расправляет ему плечи, смех разряжает обстановку. Ну а серьезный разговор, конечно, уже превращается просто в приятную беседу. Ну а если мужчины считают, что мы их мотивируем, нам это очень приятно слышать. Про нервную систему и стрессоустойчивость давайте тоже поговорим. Это не менее важно и, возможно, это сильная сторона именно женщин. Не согласитесь, да? Я не соглашусь. Вообще, конечно, слабость женщины-руководителя, она присутствует, потому что, наверное, женщина просто по природе мягче. Срабатывает материнский инстинкт, пожалеть, войти в положение, понять порой, что мешает эффективности, конечно. Но с другой стороны, конечно, когда есть здоровый микроклимат в коллективе, когда есть желание помочь, поделиться чем-то, когда есть понимание, что сотрудники и руководители не боятся между собой поделиться какими-то проблемами, откровенные. Ну вот это и ответственность как общее дело потом воспринимается легче. Конечно, я считаю, что выгорание никто не отменял. Работаем мы много. И я думаю, что у каждого есть, ну, наверное, не программа, не знаю, как правильно это назвать, какие-то свои методы для восстановления, да? Я отрицаю соревнования. Я готова изучать опыт, готова много читать, самосовершенствоваться. Но гонку, например, я не люблю. Потом я считаю, что нужно позволять себе различные удовольствия. Планировать, во-первых, день очень четко и позволять себе выделять время для отдыха, для общения с близкими, родными, людьми, которые, ну, приносят нам удовольствие. Прогулки в лесу я вот стараюсь каждые выходные 10 километров пройти Порошино. Выезжаю рано-рано утром, и все собачники, которые гуляют в Порошино, меня там, по-моему, знают и любят. Стараюсь посещать мероприятия, которые проходят в городе, очень люблю и кулинарные школы, и винные клубы, и вообще любые мероприятия, которые интересны для нас. И в плане образования, повышения какой-то своей квалификации, и просто, чтобы расслабиться и получить хорошее настроение. Ну, для меня источник моего вдохновения, это моя семья, мои дети. Иногда, да, бывает тяжело, пришел, поплакал, подумал, улыбнулся и пошел дальше. Здесь, наверное, важно, как тебя поддерживает вообще коллектив. Конечно. Помимо того, что ты работаешь с людьми практически постоянно, когда многозадачность за 24 на 7, здесь, наверное, мне больше всех повезло, потому что я возглавляю управление воспитательной работы университета. Здесь молодые ребята, вчерашние активные студенты, которые, как и я, готовы пробовать, креативить, организовывать. И здесь мне, как руководителю, важно взять на себя ответственность, своим примером заряжать их, да, и показывать реальные результаты вот этой сплоченной работы в команде. Тогда работать все легче. Особенность-то в том, что мы университет, мы работаем со студентами все, а молодежь, с ними, в принципе, не заскучаешь. С ними выгорание случается намного реже. Сложно остаться человеком, который сейчас не знает, что такое краш или кринж, и вообще всем рекомендую, пообщался со студентами, и все, ты уже в ресурсе. Про ресурсы. Ну, вот смотрите, у вас в ведении очень разные направления. Патриотическое воспитание. Религиозное... Духовно-нравственное воспитание. Да, духовно-нравственное воспитание. Кто еще? Спорт. Спортивные, творческие, культурные, добровольческие. Непрерывное образование у нас занимаются детки с 4 лет. То есть это система непрерывного образования, прежде всего, аграрного образования в регионе. И мы становимся такой, наверное, уникальной экосистемой, которая работает от самых маленьких до уже, когда мы студентов приводим в профессию, причем стараемся вести их за руку, сопровождать, наставлять. Собственно, в чем и заключается наша миссия. И вы в данном случае, ну, жонглер, как будто. Режиссер, я бы сказала. Человек, который дергает очень много ниточек одновременно. И вместо того, чтобы чувствовать себя истраченным, чувствует восполняющим ресурс. И всем советую войти в студенческую аудиторию и поговорить с ребятами, посмеяться с ними, расслабиться в какой-то момент и вернуться в те самые студенческие годы, которые мы все, наверное, без исключения, с такой теплотой вспоминаем. Пройдя далеко по карьере, и я думаю, что у всех еще, в том числе у меня, впереди еще что-то новое, пожелали ли бы вы современным молодым девушкам тоже думать о карьере или, может быть, рекомендовали все-таки ограничиться семьей, детьми, так проще, понятнее или вот как вы мыслите сейчас? Я думаю, что это одно от другого, неотделимо. То есть если ты целеустремленный, если ты видишь результат, который тебя устраивает, да, если кто-то себя находит в материнстве, кто-то себя находит там в бизнесе, но все вместе совмещать, это вообще, честно говоря, очень приятно себя ощущать вот таким полноценно развитым человеком, конечно, потому что одно от другого очень сложно отделить. Ну, я бы, наверное, сказала, что сейчас многие мечтают добиться успеха, нужно этого просто захотеть, причем не сидя у телевизора, не мечтая о том, как было бы круто получить то-то, стать там руководителем, стать, допустим, матерью и так далее. Очень важно развиваться. Это совет человека, который прошел определенный путь. Вчерашнее «я» со вчерашними знаниями, навыками и так далее стоит намного меньше, чем сегодня. И жизнь вся идет вперед, все меняется, появляется что-то новое, нужно успевать везде, в принципе, себя найти или, как говорится, быть в тренде. Ну, а если, конечно, вставать на путь карьерного роста, то здесь, конечно, у каждого свой путь, но вот могу рассказать про свои какие-то собственные правила, да. Во-первых, я уже сказала, что я командный игрок. Ну, а во-вторых, это понимание всех своих возможностей. Предлагают участвовать в новом, допустим, проекте, да. Нужно в первую очередь оценить, могу я выполнить то, что я на себя взваливаю, потому что от основных обязанностей, дом, семья, работа, никто это не отменял. При этом вы понимаете, что мы все живем в режиме многозадачности, потому что у нас не умолкают телефоны. В-третьих, это то правило, которого придерживаются и все ребята в моей команде, все не знают это правило. Показал результат, только тогда можно говорить о каких-то материальных благах. Если меня просят проработать там новую тему, я никогда не спрашиваю, how much? Я вначале делаю, а потом уже готова обговаривать какие-то условия, компенсации и так далее. Никто не знает, как все получится. Я не знаю, будет ли новое начинание успешным. Но после того, как все скажут, да, это круто, тогда можно вообще о чем-либо просить и так абсолютно в любой сфере. То есть нужно прежде всего полагаться на себя. Ну, я поддержу Дарью Леонидовну и скажу, что вот в работе, в проектном офисе мы очень часто общаемся со студентами. Я всегда их приглашаю поработать с проектами, которые позволяют им понять, интересна им данная работа или нет, интересна им данный проект или нет. Они сами должны выбрать для себя то, чем они хотят заниматься. И это их выбор, а мы должны им просто помочь найти вот то интересное направление, по которому они будут дальше идти и с которым им будет дальше интересно развивать свою карьеру, жизнь, свои интересы. Прозвучала тоже мысль о том, что мужчины вдохновляют нас. Но вот я должна сказать, что и меня вы вдохновляете. Перед вами сидит человек, которого вчера отключили от вещания сетевого партнёра. И я думаю, ни одна из вас не удивлена, что мы всё равно тут сидим, разговариваем. И, наверное, в жизни у каждой были такие же ситуации, когда ты берёшь себя за, знаю, там, за шкирку, за волосы и просто идёшь вперёд и продолжаешь делать, что должен. Вспомните ли что-то такое? Поделитесь. Ну, у нас это случается каждую неделю. То есть даже не каждую сессию. Каждую неделю есть момент, когда ты себя переборол, встал, пошёл и сделал. Все трудности, они временные. Все трудности просто закаляют. Это, я считаю, что это нормально. Жизнь без трудностей не бывает, это было бы уже неинтересно. Это опыт. Поэтому все моменты, которые можно исправить, а исправить нельзя, мне кажется, только один момент, да, всё поправимо. Надо просто двигаться и делать своё дело хорошо. Вот и всё. А время всё расставит на свои места. Я бы вас хотела ещё спросить про современных студенток. Какими вы их видите? Чем-то они отличаются от тех, какими были вы? Или от тех, какими бы вы хотели, чтобы они были? Мне кажется, и мы были такие же, да, просто меняется время. Мы не выкладывали в своё время студенческие фотографии в Инстаграм. А так студентки, всегда студентки весёлые, красивые, задорные, готовые на всё, местами безбашенные. Но классные, я больше, наверное, и добавить ничего не могу. Я соглашусь, потому что, да, в наше время у нас цели, задачи были одни. Сейчас у наших девчонок, да, да, в принципе, и у ребят, да, свои задачи, свои цели, они очень разносторонние. И вот, если честно, я немножко даже им завидую. Я завидую в том, что у них сейчас столько возможностей себя реализовать, себя применить. Это здорово. Ну, я тоже могу сказать, что они очень живые, весёлые, они всем интересуются. И вот, когда мы выполняем вместе какие-то проекты, вы знаете, они умеют работать командой, это очень здорово. Они умеют стать друг другу помощниками, всегда подставить руку для помощи. Это тоже очень важно. Они очень отзывчивые. Мне тоже очень приятно работать со студентами. Есть какой-то элемент всё равно во время учёбы немного насильственности, что ли? То есть ты должен прилагать усилия для того, чтобы выполнить какие-то там показатели. Ну, я говорю про студентов. Написать работу, создать проект. Возможно, у тебя сейчас какая-то там любовь или другие интересы, и тебе нужна какая-то мотивация. Вот, может быть, что вы делаете для того, чтобы студенты были вовлечены искренне, полностью или в той мере, в которой вам надо, например? Наверное, у нас особые студенты. У нас они все волонтёры и добровольцы. Вот это как-то общее понимание. Потому что их куда ни позови, они у нас встали и пошли. Приближаемся к 8 марта. Выделили бы вы среди студентов именно девушек или вообще есть для вас какое-то деление на прекрасный другой пол? Я расскажу, что у нас активные юноши. У нас нет, наверное, даже у меня какой-то статистики, кто активнее, девочки или мальчики. Они у нас все классные. В целом, наверное, надо относиться просто к праздникам как к праздникам, потому что это повод сделать приятное нашим родным и близким прежде всего. Эти два праздника 23 февраля мы поздравляли наших юношей так близко по времени друг к другу, что традиционно мы их отмечаем в университете вместе одновременно. У нас есть такой праздник корпоративный 23 плюс 8, проводят его сотрудники правкома совместно с творческими коллективами студенческими в который день между 23 февраля и мартом. Еще мы называем его февромарт. Он ассоциируется прежде всего у нас с весной. У меня нет ассоциации, например, с политическим аспектом праздника 8 марта. А скорее всего это весеннее настроение, новые силы, ну и повод сказать маме, какая она у меня хорошая. Делить людей по гендерному признаку, это пусть занимаются статистики. Поэтому и студенты, и мужчины-руководители, и руководители-женщины все остаются хорошими людьми. И самое главное, пожелать всем, наверное, хочется достичь уверенности в том, что мы можем больше. Мы благодарны вам, что вы нас пригласили накануне праздника и в такое замечательное время, когда наступила весна. Поэтому хочется пожелать, конечно, здоровья, мирного неба над головой, чтобы все были благополучны, чтобы все были счастливы. Наконец-то пришла весна, и мы видим за окном, светит уже солнце, капает с крыш. Это повод сменить прическу или купить новые туфли. С праздником всех, милые дамы! Весна в душе — это, наверное, такое замечательное время, потому что, в общем-то, все расцветает, все оживает. И хочется пожелать, чтобы вот те новые начинания, которые есть в душе, у каждого они свои. Кто-то действительно хочет новые туфли, новую прическу, у кого-то более грандиозные планы, чтобы вот это все обязательно осуществилось. И, конечно, хочется пожелать и мирного неба, и благополучия, и крепкого-крепкого здоровья, несмотря ни на что, удачи, счастья и, конечно же, любви. Я, как человек, у которого 8 марта ещё и день рождения, вас благодарю. Мы заранее поздравляем с днём рождения, да, потому что это действительно большой подарок. Женская энергетика, она особая. Мужчинам, наверное, не понять. Спасибо вам и всех тоже с праздником! Это женское дело. Продолжение следует...